В этой пенсионной афере века, которую реализуют Силуанов и Набиульна, есть еще несколько важных аспектов, господа. Сегодня стало известно, что в проекте федерального бюджета заложена вновь заморозка пенсионных накоплений на 2017-2019 годы. Пенсионные жулики уже ранее тяпнули, простите за это выражение, у граждан России более 1 триллиона рублей. Около полутриллиона в 2013 году, 243 миллиарда в 2014, 309 миллиардов в 2015 году. И вот свежая новость. Воровство из наших кошельков продолжится, как минимум еще три года. Возвращение ранее замороженных средств в накопительную пенсионную систему невозможно, заявляет вице-премьер Ольга Голодец. Это не на наш взгляд невозможно, а это просто экономически невозможно. У госпожи Голодец нет плана по возврату. Теперь планов по возврату замороженных пенсионных накоплений нет и у Силуанова с Набиулиной. Бюрократия в России имеет очень большую специфику. Но такую вопиющую наглость я встречаю впервые. Проект Сентробанк, который и завели страну в финансово-экономический тупик, банкроты. Регионы выплачивают текущие социальные платежи за счет коммерческих кредитов коммерческих же банков. Пенсии сейчас в России платят за счет средств будущих пенсионеров. Живые белые деньги, которые работодатели перечисляют в пенсионный фонд за своих работников, превращаются в баллы. Антон Силуанов и Эльвира Набиулина предложили сегодня гражданам России самим формировать пенсионную основу для будущей старости. Но забыли вернуть более 1 триллиона рублей уже накопленных нами денежных средств. Источников для этого возврата средств нет. Нет, никто не собирается эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на принятие антикризисных мер, ранее заявлял глава Минфина. Вот он, ответ на все вопросы. Чиновники нас держат, простите, за дураков? Вопрос пришел на электронную почту, кстати, мне кажется, он достаточно интересный. Стоит ли принимать участие и стоит ли доверять программе с финансированием в пенсионном фонде, когда вы туда перечисляете деньги и вам такую же сумму начисляют? Там не такая же сумма, это, по-моему, вопрос задавался года два назад. Ответ у меня тогда и сейчас был отрицательный, не стоит государственным чего доверять. Потому что если вы подумаете о том, что происходит, посмотрите не только на Россию, скажем, на те же США или Европу, то увидите, что у вас отбирают деньги и дают вам обещание, что вам когда-то что-то может быть выплатят. Причем это когда-то что-то может быть будет проиндексировано непонятно какой инфляции. Поэтому отдавать деньги государству, значит, это их терять. Кстати, все равно нам грозит пенсионная реформа в связи с дефицитом пенсионного фонда. Там вроде была идея вообще убрать эту накопительную часть пенсии. Не только нам грозит, поэтому... Давайте так вопрос поставим. Пенсия ждет людей, которые сейчас активно работают? Нет, не ждет. Не ждет. Надо начать только на себя. Силуанов придумал, как уменьшить россиянам пенсии, сделаем в ближайшее время. Это КПРФ публиковал у себя на сайте. Новость такую. Соответственно, она ссылается на московский комсомолец. Новость от 15 января. Смысл в чем? Министерство финансов разработало новый подход к выплате пенсии россиянам. По словам Силуанова, объем пенсии должен зависеть от того, насколько человек в ней нуждается. Это заявление он сделал на Гайдаровском форуме. И, соответственно, он уже понял, что деньги освободятся, то есть пенсия уменьшится. И эти высвободившиеся деньги можно будет направить на здравоохранение и, соответственно, на образование. Реализация пенсионной реформы намечена на ближайшее время. Алексей Кудрин заявил о необходимости, на его взгляд, повышения пенсионного возраста. Ну, что уже потихоньку делается. Я говорил последние лет шесть и повторяю еще раз. Если вы надеетесь на пенсию, не надейтесь. Пенсии у вас не будет, либо будет настолько минимальной, что все равно, что ее не будет. Это 100%. Если вам до пенсии больше, чем 10 лет, то все, расслабьтесь. Вы ее не увидите. Начинайте скупать золото, причем не на бумаге, а реально какие-то золотые слитки. Начинайте заводить счета в разных банках. Опять же, если у вас есть деньги, есть что заводить. Если у вас денег нет, вкладывайтесь в своих детей в надежде на то, что они не дадут вам в старческом возрасте, в престарелом возрасте умереть с голоду. На пенсии не надейтесь. Еще раз повторю. Если вам до пенсии более чем 10 лет, пенсии у вас не будет. Либо она будет настолько мизерной, что все равно, что не будет. Все к этому потихоньку идет. Государство решает две проблемы этим. Во-первых, в рыночной экономике пенсионеры не нужны, они просто балласт. Поскольку, соответственно, куда ты их приспособишь. То есть избавляется от пенсионеров непортежеспособных и высвобождает деньги. Я полностью согласна с этим. Андрей ждет пенсии людей, которые сейчас работают. Посмотрите, скажем так, уровень пенсии, который сейчас платят. Но он смешной. Ты еще молодой отец, что о пенсии думать, хотя об этом думать никогда не поздно. Мне кажется, у меня еще меньше шансов ее получить, чем у тебя. Никогда не поздно и никому не рано. По-моему, так это говорилось. Почему у тебя шансов меньше? У тебя есть возможность накопить собственные. Есть пенсии корпоративные, есть разные. По-моему, вопрос все-таки был задан о другом. Сейчас такая программа, ты условно даешь тысячу, а тебе начисляют две, а потом обещают выдать это. То есть удваивают ее эту сумму. Я тоже понимаю, что удваивают. Или не так? Пример, очень хороший пример. Значит, МТС тут делал рассылку. До определенного числа вложите тысячу рублей. Куда? На счет. 900-900. Ну, где-то было тысяча, где-то тысяч пятьсот. Мне пришло тысяча двести. И вам будет бонус 1200 рублей. Удваивается, да. Ну, я обычно на такую фигню подаюсь, но подумал, ну, хоть узнать, что это такое. Хорошо, положил 1200 рублей. Приходит СМС. Какой вы молодец. Вы положили 1200 рублей. Вы можете их использовать в течение трех дней на локальные разговоры. Во-первых, я не женщина, я столько не говорю. Во-вторых, я вообще по телефону мало говорю. Основным по телевизору. Так же, в общем-то, и с пенсиями, понимаете. Тут везде есть какой-то подвод. Нюанс. А именно, государство забирает у вас деньги с обещанием вам что-то заплатить когда-то. Ну, надо быть полным идиотом или не жить уже 30 или 40 лет на земле, чтобы понять, что когда у вас государство забирает деньги, оно больше их никогда вам не вернет. Ну, это же очевидно. Ребята, ну посмотрите на историю не только нашего. Посмотрите на Штаты, как там играются с официальной инфляцией, по которой индексируются выплаты по сообществу секретаря. Посмотрите на Европу, посмотрите на то, что случилось с пенсионной системой в Греции. Посмотрите на то, что творится с пенсионной системой в Испании. Когда государственные облигации, которые покупали пенсионные фонды, государственные, их просто порезали в два раза. Ну, о чем вы? Берегите ваши деньги в своем кармане. Ну, что вы, как дети малые. Как Пенсионный фонд России обманывает или пытается обмануть нас с вами? Ну, во-первых, кто я такой и какое отношение я имею к тематике пенсии Пенсионного фонда. Какое-то время назад я полгода проработал в Пенсионном фонде в самом в качестве судебного юриста. Полгода небольшой срок, но мне хватило этого времени для того, чтобы разобраться в ситуации, вникнуть в систему, в структуру и так далее. Сейчас уже года четыре, как одна из категорий судебных дел, которые я веду, это суды именно с Пенсионным фондом России, которые я, естественно, выигрываю, ну, так сказать, на правах рекламы. В Яндексе можете набрать юриста Антона Сарвачева против Пенсионного фонда России. Первый канал меня первый раз позвал к себе на эфир в качестве юриста, именно как юриста по пенсионным вопросам, потому что таких юристов мало, а среди тех, которые есть, тех, которые реально что-то соображают, еще меньше. То есть их единицы, которые разбираются вот именно в пенсионных вопросах. Второй момент, на которого я хотел бы обратить внимание, что такое сейчас современный Пенсионный фонд России. Я хотел сначала там какие-то даты, цифры, графики привести, потом понял, что никто это смотреть не будет и решил рассказать о всей ситуации обычным человеческим языком. Так вот, Пенсионный фонд России, вкратце, это что-то вроде финансовой пирамиды, ну, что-то вроде МММ. Только под определенным, так сказать, протекторатом государства, под государством я имею в виду не Путина, а который, кстати, особенно не лезет в экономику, о определенных гайдаровско-чубайсовских, либеральных, в кавычках, выкормышей, которые обманули большинство граждан России еще в 90-е годы. И собираются это проделать элементарно еще раз. Так вот, все вот эти вот программы софинансирования пенсии, все вот эти навязываемые с помощью рекламы стереотипы о том, что вы сейчас вносите больше денег на ваш счет в Пенсионном фонде, а потом у вас будет большая пенсия, гораздо больше, чем у тех, кто делает только обязательные отчисления, или кто вообще никаких отчислений не делает. Так вот, не будет. Ну, для сравнения я вам хочу сказать так. У нас рыночная экономика, не советского типа. Когда, знаете, в советское время ты много работаешь, у тебя пенсии больше, чем у того, кто не работал. Сейчас все абсолютно не так. Вот вы пойдите к бизнесмену какому-нибудь и скажите у него, давай ты мне будешь каждый месяц платить по 10 тысяч рублей, предположим, а я тебе через 20 лет буду выплачивать, условно, по миллиону. Он не согласится. Хотя Пенсионный фонд вам по миллиону не обещает. Он обещает намного меньшие суммы. Но бизнесмен не согласится, потому что в условиях рыночной экономики ситуация меняется не то, что каждый месяц или каждый год, а каждый час. И через 20 лет умереть может он, умереть можете вы. А даже если так произойдет, что никто не умрет, и он к вам придет и скажет, давай плати мне по миллиону, вы можете куда-нибудь убежать или сделать нечто такое, что просто нивелирует вот эти вот все выплаты, которые вы должны ему. Или подойдите на него в суд, выиграете, и оказывается, что вы вообще никому не должны. В общем, ситуация в рыночной экономике меняется постоянно. И Пенсионный фонд, как я уже говорил, это нечто вроде абсолютно рыночной схемы, пирамиды и так далее. У многих людей существует заблуждение, что Пенсионный фонд – это какая-то государственная структура. Ну, есть положение о Пенсионном фонде. Да, в нем написано, что Пенсионный фонд принадлежит государству. Но вместе с тем написано, что он не входит ни в какие бюджеты. И я просто это знаю, Пенсионный фонд сам по себе, Пенсионный фонд России – это убыточная организация. Ваши деньги, которые вы платите, они идут на погашение уже имеющихся обязательств, которые есть у Пенсионного фонда. И этих денег не хватает. И государство каждый год принимает решение о том, чтобы датировать бюджет Пенсионного фонда и своих средств. А если государство такого решения не примет, то Пенсионный фонд, как, опять же, в положении о Пенсионном фонде указано, являющийся самостоятельной организацией, просто станет банкротом. И даже там какие-то страховые компании, там еще кто-то, его просто не спасут. И вы останетесь на бабах, и государство вам скажет, ну а что, надо было документы изучать. Ну да, нам принадлежит вот такой вот актив Пенсионный фонд, но он вел плохую хозяйственную деятельность, обанкротился, так что извините. Ну или просто повысит Пенсионный возраст. Существует сто и один способ, как не заплатить вам те деньги, которые вам обещаны. Вы поймите, что сейчас в экономике, особенно внутригосударственной, я не беру макроэкономику какую-то, там, Газпрома и так далее. Нет, во внутригосударственной экономике правят жулики типа Чубайса, Гайдара и так далее. И у них задача собрать сейчас с вас как можно больше денег под любыми предлогами, обязательствами, чем угодно. Для того, чтобы, ну, во-первых, часть положить себе в карман, а часть пустить на погашение текущих обязательств. Несколько лет назад Пенсионный фонд праздновал свою какую-то дату, там, то ли 20 лет ему было, там какая-то такая дата была. В Москве я просто присутствовал при этом, снимался большой зал, миллионы рублей, там, несколько миллионов рублей заплатили Пенкину, там, еще каким-то артистам. Естественно, что чиновники секретарственного пенсионного фонда получили откаты с этих денег. И все это делалось за ваш счет, вот за счет вот этого, там, софинансирования и так далее. Кто-то мне скажет, что это бред, что я ничего не понимаю, что ваши деньги идут на определенные лицевые счета, вытянуть их невозможно. Это все фигня и брехня. Я еще раз говорю, я работал в Пенсионном фонде, я вот эту всю ситуацию знаю изнутри. Все лицевые счета, все вот эти словеса, что вам говорят, это всего лишь слова и бумажки. По факту денег в Пенсионном фонде реально нет. И их там и не предвидится. И никто там не думает о вас, о ваших пенсиях, о том, как они вам будут там что-то выплачивать, нет. У чиновников, которые работают в Пенсионном фонде, и как-то допущены к деньгам, они эти деньги пилят. Проводя ремонты, снимая там какие-то аренды, устраивая конкурсы, тендеры и подтягивая там свои фирмы-однодневки. Разными путями. Устраивая там вот эти вот концерты с Пенкиным и так далее и тому подобное. Идет просто пилеж ваших денег. Я не призываю к тому, чтобы брать виллы, факелы, идти, не знаю, там на Пенсионный фонд. Вы ничего там не сделаете, потому что у тех, кто ворует ваши деньги, у них по документам все чисто. А что не чисто, они там подделают все это. Я призываю к тому, чтобы вы не думали, что вы живете там в какое-то советское время, вы живете при рыночной, волчьей экономике. Причем при периферийной рыночной экономике, времен, не знаю, раннего капитализма и чуть-чуть замаскированного Дикого Запада. Вас просто пытаются обмануть. Если вы сами не позаботитесь о себе, о своей пенсии, то Пенсионный фонд России вам не поможет в этом абсолютно никаким образом. Я знаю, о чем я говорю. Ну и опять же, на правах рекламы хочу сказать, если у вас какие-то есть судебные дела с Пенсионным фондом, обращайтесь ко мне, я выигрываю практически 100% этих дел. А с вами был юрист Антон Сарвачев. Правовое, первое правовое шоу Duralex Sedlex. До новых встреч!